Радио Болтком Утро на Болткоме Утро на Болткоме, Олег Пекас, с вами и Александр Шунин, не поменялась наша команда, но, тем не менее, круг общения расширяется, и к нам присоединяется режиссер Дмитрий Петренко. Здравствуйте, доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о премьере, которую ожидаем с нетерпением. В начале апреля в Рижском русском театре имени Чехова состоится премьера спектакля «Малыш». Что это за спектакль, в чем его секреты, какие-то, может быть, интересные какие-то особенности, на что обратить внимание зрителям, для какому зрителю он адресован? Да, хочу сразу уточнить, это не совсем премьера, хотя мы ее тоже так называем, как рижская премьера, потому что это, скорее, наши гастроли, первые гастроли этого спектакля. Пьеса довольно актуальна сегодня, хотя, если честно, когда я ее ставил, то, естественно, я не хотел ставить историю о войне, потому что год или два года назад, естественно, это... Было не совсем актуально, скажем так, и история была, в общем-то, о другом, но сегодня этот спектакль получается такой антивоенный, и, к сожалению, он приобрел совсем другую актуальность. То есть получается, что спектакль начинает жить какой-то, ну, вот своей жизнью, внешние вот условия делают его еще более каким-то жизненным и актуальным, действительно? Да, потому что, на самом деле, я эту пьесу прочитал, наверное, лет, практически, наверное, лет 10 назад, когда мы с Мариусом познакомились в Эстонии. Я из Латвии, он из Литвы, мы познакомились в Эстонии на одном фестивале, и где он предложил мне прочитать эту пьесу. И она тогда мне очень понравилась, и я знаю, что Мариус сам даже в качестве режиссера ставил когда-то ее в Литве. Потом эту пьесу ставили и в Скандинавии, и даже, по-моему, в Испании ее ставили, и в России, естественно. Вот, и сейчас она играется в Лепе, и я очень рад, что мы ее привезем в Ригу, особенно в русский театр имени Михаила Чехова, потому что особенность этой постановки в том, что она играется на двух языках. То есть там две семьи, русская семья и латышская семья. Русская семья — это мать и сын, и латышская семья — отец с дочкой. И вот русская семья звучит у нас на русском языке, актеры играют, великолепно, кстати, латышские актеры играют на русском языке. И латышская семья, соответственно, говорит по-латышски. И вот, значит, обстоятельства Второй мировой войны их сводят в одну судьбу. То есть отец отправляется, его отправляют в ссылку в Сибирь, латышского мужчину, который там встречает русскую женщину в Сибири. И, соответственно, русский парень едет воевать, попадает в Латвию, и там он встречает латышскую девушку. То есть, получается, две такие вроде как любовные, но не совсем любовные истории. Две семьи перекрестились в одну общую судьбу. Поэтому, мне кажется, это интересно. Как же эту пьесу играли в таком образе и в Италии, и даже в Испании? Какие там два языка были? Как там понимали все эти коллизии? Латвия, Сибирь? Это мы знаем, вот этот культурный код, и что это означает? Я, к сожалению, не знаю. Насколько я знаю, что в Литве тоже играли на двух языках, и были титры. Я думаю, что в других странах, скорее всего, играли на одном языке. Но там, мне кажется, что пьеса сама написана очень поэтично. Там очень много образов. Образов войны и образов мира. Образ трагедии, прощения. То есть это темы, которые, естественно, понимают, мне кажется, везде. Потому что многие люди столкнулись с этой трагедией, когда один маленький человек, в принципе, становится жертвой большой политики, большой истории. И, мне кажется, это для любого народа актуально и понятно. И в итоге получилась, на самом деле, история о безумстве. То есть о том, как нормальный человек, любящий малыш, превращается в маленького тирана, в принципе, в рамках одной семьи, одной истории. Которую, конечно, можно экстраполировать на какой-то более широкий, наверное, контекст. Но мы проследили за тем, как нормальный, любящий человек превращается в морального, не знаю, урода, инвалида. Что с этим происходит? Но на самом деле, может быть, звучит это очень так серьезно и страшно. Но мне хотелось этот спектакль сделать очень таким светлым. И драматург Мариус Ивашкевичус, его первая ремарка в пьесе, это его личная просьба излишне не драматизировать события, потому что они и так страшные. Но тут еще привнесла вот такой, не знаю, момент моя сценограф Мария Уллмана. Мы очень долго думали о том, как вообще пространство этого спектакля может выглядеть. И там придумывали разные вагоны и другие ассоциации, которые имеют отношение к войне. И тут она мне один день принесла эскиз, огромное поле, которое полностью все заросло цветами. Там ромашки, васильки. И это было очень-очень красиво. И я говорю, я вот прямо чувствую этот спектакль именно так, но давай объясним, почему. И она сказала тогда такую фразу, что война закончилась, и там на поле сражения, в принципе, ничего нет. Там проросли цветы, хотелось бы в это верить. И тогда, когда мы об этом говорили, казалось, что да, так оно и есть. Но сегодня, конечно, это все звучит немного по-другому. И, к сожалению, но этот какой-то светлый момент надежды и того, что пройдет время, и все как-то встанет на свои места, он остался в этом спектакле. И сейчас мы играем этот спектакль в Лепо и вот в Ригу повезем. И я перед спектаклем говорю актерам, что действительно нужно помнить о том, что когда эти персонажи находятся в этих условиях, они не знают, что будет дальше. Этот молодой парень, которому 18 лет, его отправляют воевать, он действительно верит, что там раз-два, и он вернется домой, что он там освобождает кого-то. Или, например, отец, которого депортируют, он догадывается, что это не на два дня его увозят в Сибирь. Но он при этом говорит своей дочке, успокаивает ее, говорит, что я вот сейчас вернусь, смотри, я даже вещи с собой не беру специально, чтобы как можно быстрее вернуться к тебе. То есть параллели, они очевидны, на самом деле. Что-что? Параллели, они очевидны с происходящим. Да, абсолютно. И, к сожалению, да, я еще раз говорю, к сожалению. Хотелось бы, наверное, ну, обычно режиссер и актеры, наверное, радуются, когда вдруг спектакль начинает жить новой жизнью и становится вдруг актуальным, да. Но, к сожалению, это не тот случай, когда мы бы радовались этому. И, ну, мне кажется, что на сегодня эта постановка, она как-то дает надежду и дает какой-то свет. Потому что она в том числе и о том, что, несмотря ни на что, ни на какие страшные, ужасные, трагические условия, человек может оставаться человеком и не потерять себя, не потерять человечность, не потерять доброту и сострадание. И вот об этом мы, наверное, сегодня больше всего хотим говорить в этом спектакле. 5 апреля в Рижском и Русском театре Чехова состоится показ этой постановки. Это будет единственный показ 5-го числа? Да, на сегодня это единственный. Потом мы снова возвращаемся и в Лепо, и будем играть спектакль в Лепойском театре. Еще раз хочу сказать, да, что вот он идет на двух языках, одновременно на русском и на латышском. Плюс у нас есть титры, то есть мы ожидаем и латышских, и русских зрителей на этот спектакль, даже для тех, кто, может быть, не очень ориентируется в одном или другом языке. И даже это отражено в названии самого спектакля, который пишется и русскими, и латышскими буквами, да? Да, мы хотели оставить вот эту вот букву «ы», оставили ее кириллице, и так это и задумал Мариус Ивашкевич из «Драматурка». Так что хотелось вот это сохранить, двуязычие. Но язык в спектакле, он не только таким, не знаю, является инструментом общения, да? Это язык, ну, там превращается в метафору какой-то своей территории, своего дома, где каждый хочет говорить на своем языке, и как сложно, там, вот первая встреча людей, когда они не понимают друг друга, но при этом они очень хотят встретиться и понять, кто они такие и как вообще им дальше существовать вместе. Ваш спектакль не будет единственным. В принципе, Лепойский театр едет с небольшой нога строллю, там три постановки еще, и «Демон», естественно, по стихотворению Лермонтова, и Шекспир, да? Да, я могу вкратце тоже сказать, что обе другие постановки тоже являются очень яркими и успешными в нашем театре. И постановка Элмара Сенькова «Шекспир» собрала много призов на награждение ночи лицедеев, и также спектакль. Это вообще такая, ну, довольно, скажем так, ужасная, страшная история Шекспира, да? Мы его смотрим как ужастик, но это в том числе и смешная история, там очень много юмора черного. И второй спектакль — это «Демон», да, как вы уже сказали по Лермонтову, который поставил Вестерс Мейкшанс. Это очень современная постановка с очень сложной сценографией, с живой музыкой, и мы тоже очень гордимся и любим этот спектакль, поэтому, конечно, мы приглашаем тоже и на эти две постановки рижских зрителей. Все три будут в Театре Чехова? Сейчас не уверен, я знаю только про свой спектакль «Малыш», что мы его будем играть в Театре Чехова, можем потом уточнить. Ну, то есть можно всегда проверить, посмотреть в афише и найти, где будет идти. Да, на сайте Лепойского театра, lepoesteatris.lv, вот можно найти всю информацию о наших гастролях, в том числе и где, и во сколько будут проходить спектакли. — Говоря, вот возвращаясь к «Малышу», то, что это спектакль, ну, можно сказать, камерный на четырех актеров, вот насколько сложнее ставить спектакли с ограниченным количеством актеров или большие какие-то постановки с большим количеством занятой труппы? Мне кажется, что все зависит от материала. Иногда, конечно, проще, когда больше актеров, и это легче просто сделать по динамике, по развитию сюжета. Но я люблю, когда в спектакле заняты два, три или четыре актера, тогда можно добиваться от актеров очень тонкой игры, очень много нюансов находить. И меня не пугает то, что, например, на большой сцене могут находиться двое, трое или четверо актеров всего лишь, да, потому что если эта история актуальна, если история понятна, если она вызывает сопереживания, то это действительно всего четыре актера, причем они редко на сцене появляются все вчетвером, там чаще всего они по двое такими дуэтами работают. Вот, но я очень рад, что нам разрешили, несмотря на такой малый состав, поставить эту историю на большой сцене, потому что это пространство, оно сразу как-то дышит. И если актеры очень точно играют, то это вот моя, не знаю, что называется, наверное, театральная религия. Я очень в это верю, что тогда они могут играть хоть на стадионе, и это будет интересно, понятно. И для этого не нужно массовку или там целый хор выводить на сцену, чтобы это было интересно, зрелищно и так далее. А как удается вот добиться от актера, чтобы он держал действительно зал, напряжение? То есть вот когда, ну, буквально один или два актера на сцене, то есть здесь не за кого спрятаться, здесь вот все зависит действительно уже от актера, вот сможет ли он создать это напряжение, когда говорят, что вот как услышно, когда муха пролетит в зале, чтобы вот именно управлять, держать залом. Это же тоже требует определенного актерского мастерства. Да, и я могу сказать, что вот очень хорошие актеры, они любят играть в таких вот декорациях, например, в таком минимализме, когда не за кем и не за что спрятаться, когда остается только мастерство актерское. И хорошие актеры этого не боятся. И я могу сказать, что все четверо – это одни из лучших актеров не только Лепойского театра, но я думаю, что это наша гордость нашей страны театральная. И актеры также знают, насколько, ну, точно я всегда работаю именно вот по, что касается рисунка роли, отношений. Для меня всегда это очень важно, потому что режиссер может придумать очень много всяких эффектов, визуальных, музыкальных и так далее. Но если актер не понимает рисунка своей роли, если он играет это не точно, если режиссер позволяет ему там плавать в этом сюжете, то эти все эффекты, они превращаются, ну, в такие ненужные, пустые. И поэтому я на репетициях всегда очень много времени уделяю вот такой миллиметровой такой игре актеров. У нас там по звуку идет небольшая подзвучка, и, значит, это позволяет актерам тоже играть очень интимно, как бы не форсировать там ни голосом, ни жестами, ничего. И вот сохранить эту интимность, когда, например, сцена, когда вдруг встречается двое людей, которые боятся друг друга, но при этом они хотят начать общение, и они не знают языка друг друга. То есть, ну, очень много таких тонких, острых ситуаций, которые актерам очень интересно играть на самом деле, а мне кажется, зрителю тогда интересно смотреть. И плюс я всегда напоминаю актерам, что вы знаете, что будет дальше и по роли, и вы знаете, что дальше было в истории, но эти люди, которых вы играете, ваши персонажи, они этого не знают, и поэтому каждая секунда, она становится очень наполненной, очень энергичной, очень интересной для актера, если он в это верит как актер, что я не знаю, что будет дальше со мной, с моим персонажем. И вот это, в это поверить, это, наверное, одно из самых главных таких, не знаю, черт, мастерства актера, да, вот верить в то, что мой персонаж действительно не знает, что будет дальше. А я заслушался. Да. А, Дмитрий, я как раз хочу сказать, что «Демон» и «Шекспир», они будут 6 и 7 мая на сцене Латвийского национального театра. То есть вот для наших слушателей, да, просто это вот эта информация. Так что те, кто заинтересованы, вот можно смело искать их. Ну, прежде всего, нас, конечно, интересует 5 апреля Рижский русский театр имени Чехова, тихий и интимный спектакль «Малыш» на двух языках в постановке Дмитрия Петренко. И, конечно, я понимаю, что это вот была задача, ведь они только вашего уже сказали, что там было вот интересное такое с полем цветов придумано. Вот каким образом, ну, вот действительно, вот заполнить эту большую сцену удалось и создать вот, ну, как бы, чтобы не возникало ощущение пустоты вот на этой большом пространстве при небольшом количестве актеров? Да, это очень сложная, но это очень интересная задача, которая включает в себя то, что актер должен не бояться того, что единственный инструмент, который у него на тот момент есть, это его голос, его жест и, самое главное, это его воображение. Я всегда говорю актерам, что нужно очень четко и прямо интенсивно работать со своим воображением, потому что если актер, вот мы, там, зритель видит, поле цветов, но если актер заходит, выходит на сцену и видит, например, избу сибирскую, да, и ведет себя так, как будто бы он сейчас дома в этой избе, и это очень четко представляет своему воображению, то зритель тоже видит этот дом, он не видит только поле цветов, и в этом есть какое-то чудо театральное, которое я очень люблю, как режиссер, не иллюстрировать на сцене, ну вот построим там дом из папье-маше, там, или, не знаю, из пенопласта, да, и будем делать вид, что это настоящий дом. Вот мне это никогда не было интересно, мне всегда как-то было интересно с актерами работать именно на воображение, что актер это понимает, он в это верит, и он, соответственно, действует, и в это начинает верить зритель, и это, мне кажется, самое главное, и тогда уже все остальные приемы, там, какие-то музыкальные, световые, они только помогают актеру, и я всегда говорю, вот, и своему художнику по свету, и композитору, что мы должны только чуть-чуть помочь актеру воздействовать на его воображение, а не прикрывать актера, да, где, вот, например, там, актер не может справиться с игрой, там, или еще что-то, и тогда мы уже начинаем его, там, забивать трагической музыкой, драматической, да, или свет какой-то выставлять, не знаю, который может впечатлить зрителя, я не очень верю в эти эффекты, я верю в актерское воображение, которое является для них, наверное, главным инструментом, и происходит чудо, и это, кстати, очень видно в детских спектаклях, потому что детей-то не обманешь, и когда актер начинает верить, где он находится, с кем он разговаривает, кто он, что он, там, не знаю, является щенком маленьким, например, он в это верит, и дети в это сразу верят, и я обожаю такой театр, и мне как-то даже кажется, что все остальное, там, декорации, свет уже тогда просто является таким подспорьем небольшим, а не каким-то несущим приемом в спектакле. Прекрасно. Еще раз напоминаем нашим слушателям 5 апреля театр Михаила Чехова и постановка Лепойского театра «Малыш», которую можно будет посмотреть, постановку Дмитрия Петренко. Спасибо огромное, Дмитрий, вот такой увлекательный рассказ. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего дня, до свидания. Ну и на этом мы, наверное, тоже завершим наше сегодняшнее утро на Болткоме. Хорошего дня. Вы слушаете...